Каподастры Я ими пользуюсь уже на протяжении Ну не знаю Лет 10 Долгое время мне их привозили Контрабанды из Америки Сейчас они появились Благодаря компании Динатон Они появились в России Причем появился полный ассортимент О котором я и хочу вам рассказать Итак, начну я с обычного Каподастра Хотя он не такой уж и обычный Почему? Потому что, во-первых Отличие Каподастров Кайзер От всех остальных В том, что его очень легко Устанавливать на гриф Вы просто зажимаете и ставите Все Надо передвинуть Передвинули Надо еще Хоть куда Хоть сюда При этом, когда вы его не используете Вы можете его просто Повесить вот так на головку грифа Он вам не мешает И вы продолжаете играть У этого Каподастра Очень правильно подобрана Для моей гитары Подобрана Сила зажатия струн И гитара практически не расстраивается Когда я его устанавливаю Но Если вдруг На вашей гитаре Например, у вас более широкий гриф И вам нужно, чтобы зажималось меньше Вы просто берете этот Каподастр И Вот таким образом Его Разгибаете Вот видите Расстояние стало уже больше Если вдруг оно вам Ну-ка, сейчас проверим Ну, нормально Вот Если же вам кажется, что Нажатие недостаточно сильное Вы можете его обратно Вот пожалуйста Он обратно согнулся То есть Таким образом Вы можете регулировать Силу нажатия Каподастра На струны Сейчас я верну его Теперь в свое Рабочее положение Вот оно Итак Поехали дальше Чем интересен этот Каподастр Еще Друзья мои Этим Каподастром Можно Пользоваться Не просто Зажимая все струны А например Если вам нужен Строй Дроп Ди Это когда Шестая струна Звучит на тон Ниже обычного строя Вы просто берете Этот Каподастр Переворачиваете его И устанавливаете его Зажимая все струны Кроме шестой Пожалуйста Вуаля У вас на гитаре При этом Вся гитара Остальная Дальше По грифу Она не перестроена Вы можете играть Приличные аккорды Это очень удобно Итак Строй Дроп Ди Получаемый С помощью Обычного Стандартного Каподастра Кайзера Но и это еще не все Если этот Каподастр Перевернуть И поставить Вот так Здесь находится Ну Такая резиночка Которая Прижимает Прижимается сзади К грифу Чтобы он Не портился Так вот Если этот Каподастр Перевернуть И поставить Вот таким образом Мы получим Строй Который называется Дат Гат В нашем случае Это не совсем Дат Гат Потому что мы получаем Не Ре Ля Соль А у нас получается Ми Си Ля Ми Си Ля В открытом строе Это тот аккорд С которого Шизгар Начинается В этом строе Можно тоже играть Очень интересные вещи Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это был обычный стандартный Каподастр Кайзер. В следующем выпуске я расскажу о новых Каподастрах, о новых разновидностях, которые разработали в недрах компании Кайзер. Они очень интересны, я думаю, вам они очень понравятся. Это был Тимур Ведельников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова